Американские разведки сообщили, что Россия закупает пушки и миллионы артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия у Северной Кореи. Подробности относительно времени таких покупок о конкретных видах снарядов ракет не сообщается. Информация эта публикуется через несколько дней после того, как стали известными рассекреченные данные о закупках России иранских дронов. Первую партию их Россия уже получила и с некоторыми из этих дронов имеются технические проблемы. Американская администрация рассекречивала доклады разведок очень активно до начала украинской войны. В них говорилось об активной подготовке Путина к агрессии против Украины. Хотя в европейских странах, да и в самих США тогда были сомнения, что Россия действительно планирует войну и прогнозы американских разведок считали преувеличенными. Но казавшаяся невозможной война началась. После этого была пауза. Об оценках американских разведок сообщали редко. Но сейчас поток рассекреченной информации вновь имеет место. В выходные сообщили с фотографиями, что электроника в системах управления российскими ракетами средней дальности, например, является устаревшей по крайней мере на два десятилетия. Это может объяснять аварии с российскими ракетами, проблемы с их нацеливанием. Ну а то, что Россия обращается на предмет военных закупок к Ирану, тем более к Северной Корее, показывает проблемы с массовым производством некоторых видов оружия и боеприпасов. Не в последнюю очередь вследствие санкций. В то же время нельзя не отметить, что война до сих пор, так же как и санкции, не оказали достаточно сильного воздействия на российское общество. В Нью-Йорк Таймс сегодня публиковали фотографии только что организованных на Красной площади гуляний, посвященных как бы фестивалю дружественных армий России, Белоруссии, Индии и Венесуэлы. Тысячи людей на Красной площади не казались подавленными. Для москвичей война почти не чувствуется. Также санкции и репрессии против олигархов не привели к видимому серьезному обострению их отношений с Путиным. А в ходе опросов в Москве россияне говорят, что действительно имело место подорожание, но в пределах, с которыми можно иметь дело. В остальном же их жизнь особенно не изменилась. Жители больших городов в России не записываются, как правило, в добровольцы. Повышение цен на энергоносители в последние полгода привело к росту доходов России от продаж газа и нефти. По некоторым оценкам Кремль сейчас получает на 40% доходов больше от экспорта, чем год тому назад. А нефтедобывающие страны только что объявили даже о небольшом сокращении продаж нефти, продемонстрировав намерение дальше держать цены на нефть на уровне 100 долларов за баррель. Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад по итогам визита его делегации на Запорожскую атомную станцию. Агентство считает необходимым немедленное установление в районе С зоны безопасности, где военные действия были бы полностью прекращены. Выбросов радиации на станции не было, но все принципы безопасности ядерных станций там нарушены. Положение сложилось крайне опасное. Обстрелы, в ходе которых были повреждены объекты на станции, имели место и в ходе визита делегации МАГАТЭ. На Запорожской станции, как объявлено, два инспектора останутся на постоянной основе. В прошедшие часы стрельба вокруг станции, так же как и пожары, рядом с ее территорией продолжались. Были проблемы с электросетью, которая обеспечивает подачу энергии для охлаждения реакторов. Прерывались поставки электричества со станции украинским городам и поселкам. Резервные электрические генераторы на дизельном топливе для охлаждения реакторов на случай чрезвычайных ситуаций, однако, не включались. Из Херсонской области сообщили об интенсивных обстрелах российских позиций в районе города Новая Каховка. Там, в частности, находится один из мостов через Днепр. В ходе наступательных операций, которые начались неделю тому назад, украинцы пытаются отрезать российские воинские формирования на западном берегу Днепра от снабжения и подкреплений с восточного берега, где расположены основные российские силы. О существенном продвижении украинских войск в Херсонской области в то же время не сообщают. Сегодня в Бердянске был серьезно ранен глава российской администрации города. Взорвалась бомба, заложенная, судя по всему, под его машину. В последние часы был российский ракетный удар по Харькову, разрушено, в частности, многоэтажное жилое здание. Был нанесен ракетный удар по крупному хранилищу нефти. В Днепропетровске возник сильный пожар. Массированные российские обстрелы имели место в районе фронта в Донецком регионе, особенно в районе Бахмута и Авдеевки. На западном берегу в Джанини минувшей ночью было крупное столкновение палестинцев с израильскими военными. Убит один палестинец. Израильтяне с большим количеством солдат и машин вошли в город, чтобы снести дом террориста Рада Хазема, который несколько месяцев тому назад осуществил террористическую атаку в Израиле. Снос его дома имел место после соответствующего решения израильского Верховного суда. Сегодняшний рейд в Джанини был по масштабам крупнейшим в последние месяцы. Нападавшие на израильских солдат стреляли из огнестрельного оружия, кидали камни и самодельные бомбы. Минувшей ночью были антитеррористические рейды, а также в нескольких других городах на западном берегу, в частности в Хевроне, арестовано 10 человек, обвиняемых в терроризме. Сегодня израильский суд признал виновным в попытке шпионажа по заданию группировки, близкой к Ирану, уборщика резиденции министра обороны Бенни Ганса. Уборщик 37 лет договаривался о копировании, в частности, информации с компьютера Бенни Ганса и о внедрении в его компьютер вируса. Нанести ущерб израильской безопасности он не успел. В Израиле сегодня вновь пишут о неясности со здоровьем Путина, а вызвало дискуссию нынешнюю, только что имевшее место общение Путина с представителями молодежи на Камчатке Путин действительно очень странно елозил в кресле, когда показывали его общий план. Правда, о чем именно могут свидетельствовать эти странные движения нижней части туловища Путина, непонятно. В следующей части о том, что мужчины вредят природе тем, что едят много мяса. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин